Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Один PoC Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Отложил уже деньги на 5 тонн, 20 тысяч. Договорился с людьми быстро занести, так как дождь идет. Думаю, так подгадаем, когда дождя не будет, быстро высыпали, занести. Я уже все наготовил, бифбэги, место наготовил. Но позвонили, так и так, еще не начистили. То есть надо подождать 3-4 дня, может, неделю, пока начистят, и возьму там 4, может быть, 5 тонн. Пшеница у меня есть, и, грубо говоря, если я возьму еще 5 тонн, мне хватит даже, ну, почти до конца года этого. Но я все равно беру, потому что цена интересная, 4 тысячи гривен тона, возьму, пускай будет. Потому что по сезону, я думаю, даже зерноотходы будут гривна по 4. Я в том году брал по 3 гривна зерноотходы, гороховые отходы по 2 гривна за килограмм. На этот год, я думаю, будет 4 гривна отхода. Поэтому, думаю, брать пока есть. Пусть железо пока горячо, пускай даже у меня и останется. То есть я по сезонам все равно еще буду набирать, чтобы было наверняка. То есть, что я хочу сказать, кто ищет, тот всегда находит. Вот эти цены 8-9, я знаю, они есть, но меня они не устраивают. И я, мы заранее, еще перед Новым годом нам сказали, что буду чистить в январе. Еще, наверное, в ноябре мы звонили. Сказали на январе, мы в январе позвонили и все получилось. Взяли первый газон, первые 3 тонны пшеницы и возьмем. И возьмем еще 5 тонн. Ого, кусается. Куда же так кусать? И возьмем еще 5 тонн. Это минимум. Да, еще 5 тонн возьмем. Торцышки, узкие. Надо, давай. Вот как, вот, поднять. Сверх. Просто поднять нереально. Давай. 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 И он, подкаешь, что он. Так, пора. Олбаска. Вот, друзья, записи, которые я веду. Вот они родились 16 сентября. А порос был. И все, я записываю. Старт. Предстарта 10 ушло килограмм. И пошел старт. Гровер. И это все. Пошел гровер. Ну, сейчас уже финиш, грубо говоря, даю. Вот так. Вот закончил. Это я вчера 50. Засыпал им. Сколько съели на данный момент. Также покажу вам накладную. Вот зерноотходы. Я взял 2,980. Цена 4. Сумма вышла за зерноотходы 11,920. И доставка услуги ГАЗ-53 400 гривен. Итого мне вышло 3 тонны. Без 20 килограмм тренад. 12,320. Без 20 килограмм тренад. Ой, борщик рядом был. Да их всего 3 пустых. Готов все полный. Сейчас у мешки будем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Вот они. Нормальная пшеница. Я бы не сказал, что отходы. То есть сбоя нету. Зернобоя нету. Пшеница, ну, наверное, чуть-чуть калибр меньше. А крупную они отобрали. Вот такая. Это та, что я брал по 4 сейчас. 4 тысячи тонна. Мы сложили вот тут 3 бочки. Они у меня пустые были. И вот сложили. И в той комнате сложили. А вот зерноотходы, которые я брал в прошлом году, в августе месяце. По 3 тысячи тонна. У меня их тоже еще пару тонн, наверное, есть. Может, даже больше. Вот. Ну, тут есть. Ну, видно зернобой. Ну, тоже хорошая. Меленькая. Есть битая. Ну, чистая. Это вот прошлый год по 3 тысячи тонна. А это вот. Только-только. 4 тысячи тонна. И возьмем еще 5 тонн. Планирую взять еще 5 тонн. Это у меня еще есть горох. Горох, который я брал по 2 тысячи тонн. И есть у меня еще несколько бочек ячменя. Который я брал 2-3 летней давности. То есть, лежал он там 2 или 3 года. По 3 тысячи тонн в прошлом году. Есть еще пару бочек. Тоже хороший чистый ячмень. Тут у меня бочка. Это вот бочка с ячменем стоит. И там еще есть загашники. То есть, кто хочет, тот находит. А сидеть ужасаться. Ой, такие цены. Ну и она. Как бы для меня вообще ничего не поменялось. Не реализация мяса. Я как продавал по таким ценам, так и продаю сам. И кормовые тоже ничего не поменялось. Обычные цены. На вопрос, почему ты раньше кормил отрубями. Сейчас кормишь пшеницей ячменем. Потому что отруби дороже выходят. Отруби у нас стоят 130-135 гривен мешок. 22-23 килограмма. И вот ответьте на вопрос. Смысл у меня есть кормить отрубями. Если у меня вот дешевле выходит. Вот, 3 тысячи тонн. 3 рубля килограмм. Это мешок отрубей должен стоить 70 гривен. Хотя бы, чтобы быть вот по такой ценовой политике, как я брал отход. Гороха мне хватит на весь этот год. Ну и еще докуплю. То есть по сезону я по-любому сразу буду пробивать гороховые отходы, как я брал по 2 рубля. За килограмм 2 тысячи тонн. И также самые зерноотходы. Мне пшеница высочайшего класса не нужна. То есть и так вы видите, хорошо растут. Все нормально. То есть отходы отлично. Я бы, ну допустим, я бы на вашем месте, у кого нет возможности там покупать зерноотходы, я бы кормил бы и мучками, шмучками, жмучками, отрубами. Есть, я заходил в интернет и сказал, есть и по 3 рубля отруби. Ну, в других городах. То есть недалеко. Поэтому там, кто где живет, пробивайте, ищите. Кормите дешевле. А эти цены сейчас, как пшеница, узнаю. 8, 9, 7. Ну, сильно дорого, да, я не спорю. Ну, вот есть варианты подешевле, что покупать. И мне еще предложили по 6 гривен. С доставкой на дом пшеницу привезут и сами выгрузят. То есть сложат, где покажешь. Ну, вот, к примеру, как мне тут надо. Они подъехали, я сюда в мешки. Они в мешках привезли, сложили, выгрузили. Отдал наличку по 6 тысяч за тонну. Такое тоже мне предложение поступало. Поэтому вот так, друзья. Накладную показал, все показал, рассказал. Все, теперь жду следующих 5 тонн. Я хотел подбить сразу две машины, вам показать одну. И сегодня, думаю, вторую сниму машину и покажу сразу две. Ну, не получилось сегодня. Людям дали отбой, которых я попросил помочь быстро занести. Поэтому, ну, как будет, привезет там, может, на следующей неделе или, может, в конце этой недели. Я засниму, покажу. Это мы будем выгружать не здесь, а уже в том дворе, в хоздворе. Там отдельное здание есть. Вот так, друзья. Всем пока, удачи, счастливо. Не падайте духом. Чао.